Я очень сомневаюсь, что после таких травм хрупкое существо смогло выжить. К несчастью, Эльза Нурдинова выразила опасения большинства зоозащитников. Ее доберман Деймонс недавно стал донором для такой же избитой собачки и спас ей жизнь. Надежды на спасение избитого, причем ногами, пуделька тают с каждым днем. А история становится все более запутанной, признают волонтеры. Именно эта камера этого самого лифта зафиксировала момент избиения в ночь на 1 декабря. Днем видео стало достоянием общественности, а вечером хозяйка собаки написала объявление о том, что у нее пропала собака. Причем несколько дней назад, рассказывают зоозащитники. Именно этот факт одним из первых они изложили в своем заявлении в полицию. В отдел полиции Горки поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и изучают записи с видеокамер. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пообщаться с самой хозяйкой собаки особо не удалось. Женщина даже в объявлении о пропаже любимца оставила телефон подруги не свой. Сразу после того, как стало известно о пропаже собаки и объявление сопоставили с видео из лифта, с женщиной связались зоозащитники. Разговора фактически не получилось. Маленькое животное, которое не повинно в ваших жизненных проблемах и срывах, как бы то ни было, мы в ответе за них. Но не мне вас учить, бог судья, не заводите больше животных. Не получилось разговоры и у нас, хотя стоит отдать должное, на звонок женщина ответила, но ответ был коротким. Скажите, пожалуйста, вы собаку-то вообще ищете сейчас или уже нашлась? Матюнка перезвонит. Что? Перезвоните. Никакого ответного звонка мы, конечно, так и не дождались. Отвечать на входящие хозяйка больше не стала. Мне хотелось бы, чтобы в нашем обществе считали это нормой, такое неадекватное отношение к животным. Пока по факту происшествия ведется проверка, люди все больше склоняются к мысли, что путелька все же нет в живых. А трогательное объявление о пропаже любимой собаки лишь для отвода глаз. Истинные чувства хозяйки видели практически все, констатируют волонтеры. Чтобы страдания этой маленькой собачки были не напрасны, и вся эта история получила большую огласку. И в дальнейшем такие случаи не повторялись, пресекались, и за них было очень серьезное наказание. Сейчас с хозяйкой Пуделя беседует полицейский. Ей грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – два года реального лишения свободы.